Первое испытание и первый экзамен сегодня по всей России прошла государственная итоговая тестация среди учеников девятых классов. Выпускники сдавали английский язык, это предмет по выбору. Как все прошло в Кирове, увидела Евгения Бакина. Еще вчера для этих ребят прозвенел последний звонок, а сегодня им нужно собраться с мыслями, вспомнить все, чему их учили в школе и показать свои знания. Для девятиклассников это первый экзамен, он профильный английский язык. В учебной аудитории уже все подготовлено, осталось проверить документы и все начнется. Для каждого ученика строго свое место, номер указан на краю стола. За порядком в аудитории следят учитель биологии со стажем Наталья Колупаева с коллегой. Ребят они не знают, да и сам предмет. В лице естественных наук сдавать экзамены пришли ученики из Вятской гуманитарной гимназии и Петербургского лицея. Сейчас ученики каждой школы уходят сдавать экзамен в совершенно незнакомой для него школе, к незнакомым учителям, которые мы их совсем не знаем. Вот у нас список лежит, и 16 человек в нашем кабинете будет сдавать экзамен. Не только в кабинете, но и за пределами аудитории сидят учителя на случай, если ребята захотят выйти в туалет или им потребуется медицинская помощь. В самих классах тишина, все строго по времени, ровно в 9.45, напутственные слова и инструктаж. Ребятам рассказывают, что делать можно, а что нельзя. Фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ. Переписывать задания из КИМ в черновики, перемещаться по пункту проведения экзамена. А ровно в 10 утра в аудитории открыли конверт с заданиями и объявили о начале экзамена. Он проходит в течение двух часов, а все результаты по английскому языку ребята узнают примерно через две недели. А во вторник, 28 мая, все девятиклассники будут сдавать основной предмет – русский язык. О том, как готовились к проведению экзамена, поговорим с директором Центра оценки качества образования. У нас в студии Николай Шалагинов. Добрый вечер, Николай Леонидович. Благодарю, что пришли сегодня к нам. Ребята сегодня, девятиклассники, сдавали экзамен. Я знаю, что подготовка к ГИА, государственной итоговой аттестации, была масштабная. Чуть позднее поговорим про ЕГЭ. А если говорить именно о ГИА, какие-то изменения были в этом году технического характера? Камеры или что-то еще? Ну, итоговая аттестация в девятых классах, она, в общем-то, уже достаточно идет давно. И очень важно то, что она практически уже стала стабильной. То есть для участников экзамена особых изменений никаких нет. Единственное, это было итоговое собеседование, как условие допуска к итоговой аттестации. А непосредственно экзамены, содержательная часть вопросов, заданий, количество предметов практически остается уже одним и тем же. То есть все равно это тестовый вариант, я правильно понимаю, это как бы вариант, близкий к ЕГЭ? Да, технология сдачи итоговой аттестации в девятых классах, она абсолютно почти идентична ЕГЭ. Да, есть определенные отличия в ряде предметов. Например, физика — это практическая часть, лабораторная работа. По ряду других предметов тоже есть незначительные отличия, но в целом это есть тестовая часть, есть практическая часть. Ну вот мы с вами, Николай Леонидович, я уверена, сдавали экзамен по старинке, когда тянули билеты, отвечали вопросы. И вот сегодня мы в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» спросили у кировчан, как на их взгляд кажется, ГИА — это эффективный формат проверки знаний, то есть имелось в виду как раз тест. И вот 61% из проголосовавших считают, что нет, лучше старая система без тестов. Как считаете вы? Ну, здесь, наверное, отвечают, что данная система неэффективна те, кто, наверное, представления не имеет о самом формате экзамена. То есть мы эти голосовали те, кто, как мы с вами, да? Ну, здесь, видите, да, безусловно, что любой экзамен — это волнение, это, наверное, много что еще неизведанного, непонятного. Поэтому, в первую очередь, я бы хотел сказать, что в целом итоговая тестация, она выполняет свою задачу. И уровень подготовки школьника, качество его подготовки, его знания, если он отвечает самостоятельно. А если наугад не попал? Нет, сейчас система тестовая, но это не система угадайка. В первые годы экзамены, они были достаточно близки к такому, можно было поугадывать и получить положительный отметок. Сейчас это невозможно. На каждый вопрос требуется конкретный ответ. Понятно. И понятия угадайки уже несколько лет просто нет. Вот вы затронули тему волнения. Скажите, а часто ли бывают ошибок или, может быть, даже нарушений, связанных с тем, что дети волнуются? Да, это, наверное, один из главных факторов того, что волнение мешает сосредоточиться, мешает правильно заполнить те или иные ответы. Может быть, где-то оно мешает тому, что не просто заполнить, а забыть заполнить, соответственно, перенести данные из черновика, бланк ответов. То есть, само собой разумеется. И очень важно, чтобы и родители сейчас, и в школе, и непосредственно на экзамене создавалась та обстановка, которая, наоборот, снимет это волнение. И участник удаст возможность сосредоточиться и таким образом, наверное, показать лучший результат. Но если говорить в целом про итоговую аттестацию и про ЕГЭ, это тоже итоговая аттестация. Вот скажите, какие нарушения, как правило, у нас бывают из года в год? Ну, надо сказать, что да, нарушения бывают, но их количество уменьшается. Это надо отдать должное. Да, мы работаем, работает в Министерстве образования, работает в школах. Все-таки нарушение, оно имеет определенные нежелательные последствия для участника. То есть, отмена результатов. Если это выпускник 11 класса, нет результата по предмету, значит, не поступил в какое-то учебное заведение. Это очень серьезно. Поэтому важно это убеждение, это самый лучший вариант предупредить, соответственно, возможное нарушение. Поэтому, да, нарушения встречаются. Это шпаргалки. Ну, все еще. Даже по старинке шпаргалки. Мы с вами были студентами. Мы, наверное, тоже писали шпаргалки. Зачастую писали не для того, чтобы использовать, а для того, чтобы вспомнить каким-то образом на подсознательную память. Да, дети приносят шпаргалки. Они не обнаруживаются на входе. И в момент использования, а в 11 классах ведется и видеонаблюдение, это все достаточно видно со стороны. И, естественно, может уже быть использовано как доказательство того, что использовала шпаргалка сотовой телефоны. Да, телефон не выключили, находился в кармане. Участник экзамена телефон не сдал. Во время экзамена раздается сигнал, либо вибрация. И это уже является условием того, что да, есть запрещенное средство, участник удаляется. И все соответствующие последствия для него, они уже будут исполнены. Результаты отменены. Ну, а, соответственно, раз это нарушение, то и в надзорные органы будет подана соответствующая информация. Ну, в понедельник у нас будет первый ЕГЭ. Вот скажите, все ли готово у нас к проведению этой аттестации? Да, вот вопрос подготовки к этой аттестации, безусловно, сложный вопрос. Особенности, когда сама аттестация технически сложная. Там мы уже перешли на технологии, так называемой, печати непосредственно в аудиториях. То есть участники экзамена находятся в аудитории, заносятся компакт-диски, зашифрованные информации. При них расшифровывается, распечатывается. То есть к этой информации доступ уже физически никто не мог иметь. Доступа не было уже точно. Да, не было никогда точно. И получается, что с точки зрения объективности данных, полученных, все получают абсолютно в равных условиях. Мы готовы технически? Да, эта технология проверена, прошла апробация буквально недавно. Все наши пункты справились, справились успешно. Да, начало всегда бывает тяжело, но я думаю, что здесь вопросов быть не должно. Технология сканирования после экзамена, тоже техническая операция. Оборудование в школах есть, оно проверено, работоспособно. Надеемся, что все будет удачно. Ну, пожелаем тогда выпускникам удачи в понедельник и вам тоже, потому что организация не менее важный момент. Я вас благодарю, что сегодня пришли, рассказали нам об этом и прощаюсь с вами. Спасибо. Спасибо, удачи всем выпускникам. Хороших результатов. До свидания.